На базе государственного университета открылся лингвокультурологический центр по сохранению и развитию осетинского языка имени Васо Абаева. Инициатором и руководителем центра является профессор Зоя Битарте. Кроме того, активную деятельность в рамках работы центра ведут языковеды, лингвисты, преподаватели вуза и учителя школ. На протяжении нескольких месяцев члены центра посещали образовательные учреждения. В ходе встреч с учащимися школ было отмечено, что задача всех осетинских общественных организаций, учреждений, школ и вуза создать условия для изучения и распространения родного языка. О сохранении языка говорили и на первом заседании участников центра. Важно, чтобы осетинский язык был доступен не только в семье, но и в образовательных учреждениях, на культурных мероприятиях, в средствах массовой информации. Для развития центра будут созданы все условия, отметил ректор Вадим Тедеев. Уже несколько лет Юго-Осетинский государственный университет работает над тем, чтобы привлекать абитуриентов на факультет осетинской филологии. Эта работа будет продолжена лингвокультурологическим центром. Вадим Тедеев. Ректор добавил, что за последнее время повысился уровень подачи программ на родном языке на государственном телевидении. Вадим Тедеев. Осетинский язык обладает уникальной грамматикой, фонетикой и лексикой, которые отражают богатую историю и культуру осетинского народа, добавила профессор Зоя Бетарте. Поэтому задача центра – координация интеллектуальной и материально-технической базы в целях повышения потенциала и функции осетинского языка. Вадим Тедеев. Современная реальность предъявляет серьезные вопросы сохранению осетинского языка. В условиях глобализации огромного влияния медиа и интернета молодое поколение сталкивается с давлением среды, отметила директор государственной телерадиокомпании Ир Хатуна Казьева и предложила свое видение решения проблемы. Семей Ир Хатуна Казьев. Семей Ир Хатуна Казьев. Места в положении Лингвокультурологического центра. Оксана Джуэва, Регина Черткоева, Олим Беттеев, ГТРК ИР. Информационный выпуск. Сегодня.